Всю жизнь мне хотелось иметь сестру, но как-то не случилось у моих родителей родить еще одного ребенка. И вот когда я уже выросла и стала учиться в колледже, внезапно умерла мама. После смерти матери отец снова женился. Вот новая жена Любаши решила ему отраду на старости лет родить. Подарочек точно к 50-летнему юбилею подгадала. Получилась у нас разница с сестренкой в 17 лет. А что, это даже интересно. Я уже взрослый самостоятельный человек, а тут младенец. Воспринимала я сестру больше как своего ребенка. Нянчилась с ней с удовольствием. Да и вообще с мачехой у нас были вполне дружеские отношения. Я видела, что отец счастлив в новой семье, а значит я тоже была счастлива. Назвали сестру Марианной, но дома мы ее просто называли Маришкой. Отец с новой семьей поселились на даче за городом. Я осталась в городской квартире, нужно было закончить колледж. Но каждые выходные я летела домой к семье, повидать отца, поболтать с Любой, понянчиться с сестренкой. Но у нас дача не такая, как у большинства деревенских. Не избушка на курьих ножках плюс шесть соток, а двухэтажный деревянный дом в сосновом бару, на берегу чудесного озера, с хозпостройками и баней. Хотя и огород есть, но там Люба в основном зелень и смородину с малиной выращивает. Так прошло несколько лет. Маришка подросла, я закончила учебу, стала работать. Но все так же в выходные ехала к семье. Приехала я как-то к ним в один из дней, чувствую в семье какая-то озабоченность. Слово за слово, и Люба рассказала, что у Маришки появился какой-то воображаемый друг, типа домовенка Кузи из мультика. Он почти каждую ночь ей снится, разговаривает с ней, играет и дает советы. Родителей эта ситуация поначалу напрягла, но после консультации со знакомым психиатром они успокоились. Тот сказал, что у детей такое бывает и совершенно точно пройдет. Поэтому все разговоры Маришки о мифическом друге они попросту стали пропускать мимо ушей. Зато мне по секрету сестренка рассказала, что это ее ночной друг посоветовал не дуться на родителей и не обижаться, потому что они взрослые и уже не верят в чудеса. Через время Маришка стала настаивать, что ей нужна собака. И не какая-нибудь простая, а обязательно большая и сильная. Но только собаку она должна выбрать сама. Через пару недель просьб, нытья и уговоров родители сдались. Сперва обошли все дворы местных дачников в поисках щенка. Потом всей семьей поехали в город на машине на птичий рынок. Но с покупкой сразу не заладилось. Маришка забраковала всех собак на этом рынке. От породистых щенков до беспородных дворняжек. Родители долго пытались понять, что нужно этой девочке. Маришка отвечала, что она сама не знает, но когда увидит, то сразу поймет, кто ей нужен. Что это именно она, ее собака. В итоге родители с сестрой уехали к себе в деревню, а я осталась в городе. На работе нужно было срочно сдавать отчеты. Приехала я навестить своих родных только через три недели. Каково же было мое удивление, когда на кухне у печки в большой просторной коробке, застеленной фланелевыми тряпочками, я увидела маленькое серое чудо. Маришка радостно подбежала ко мне. Ее глаза светились отчасти. «Смотри, Тося, у меня теперь есть собачка, такая, как я хотела. А сны мне теперь сниться перестали. Значит, я сделала все правильно. Нашла того самого щенка». Я удивленно посмотрела на папу. «Но это ведь не щенок, это же волчонок. Где вы его взяли?» Папа подтвердил, что это действительно волчонок и что Маришка выбрала именно его, сказав, что это тот самый друг, который ей нужен. Мы его нашли случайно в лесу под замшилой корягой. Он забился под корни старого дерева и громко скулил на всю округу. Когда я его вытащил, Маришка закричала. «Моя собачка, наконец-то ты нашлась!» Все разговоры и уверения в том, что это вовсе не собака, а волк и он должен жить в лесу не действовали. «Вот именно такую собачку я видела во сне», – заявила мне она, – сказал папа. «Ты что, папа, хочешь бросить малыша одного в лесу умирать?» – спросила меня Маришка. И папа развел руками. Что я мог на это ответить? «Мы взяли малыша и понесли домой. Вот теперь воспитываем», – назвали волчок. Уж больно он шустрым оказался. Весь вечер волчок крутился между ног, оправдывая свое имя. Кусал всех за лодыжки, таким образом привлекая к себе всеобщее внимание. Ел он за троих и рос не по дням, а по часам. Маришкин смех разносился по всему дому. Она была счастлива, и со своим новым питомцем они стали лучшими друзьями. За два года волчок вырос и стал великолепным, крупным и мощным животным. Он зимой и летом жил в просторном вольере, который построил ему во дворе папа. Выросла и Маришка. В этом году она уже должна была пойти в школу. «В один прекрасный летний день мы вдвоем с сестренкой решили прогуляться в лес, за ягодами сходить, грибы посмотреть. Я была уверена в себе, места эти за многие годы я хорошо знала, и поэтому мы пошли одни. Сначала мы просто гуляли по лесу, а потом ушли уже довольно далеко. Впереди находилась дорога, через которую нужно было перейти, чтобы пройти еще дальше, более глухой лес, где нам казалось должно быть много грибов. Переходя на противоположную сторону дороги, мы увидели машину, стоявшую на обочине, а когда уже вошли в чащу, то заметили, как из машин вышли двое мужчин и направились в тот же лес вслед за нами. Мы испугались незнакомцев и ускорили шаг. Мы хотели побыстрее оторваться от них, но мужчины стали нас преследовать. Я очень испугалась, даже больше не за себя, а за свою маленькую сестренку. С ней далеко не убежишь». Мы оглядывались и видели их лица, они смотрели на нас и целенаправленно приближались. Я запаниковала. Стало понятно, что бежать вглубь леса бессмысленно. Нужно скорее возвращаться домой. Мы свернули в сторону поселка, чтобы, пробежав наискосок, снова выйти к дороге. Я бежала сквозь ветки кустарников, таща за собой ничего не понимающую Маришку. Ветки больно хлестали нас по лицу, никаких тропинок там не было, лес был непроходимым. В какой-то момент нам пришлось остановиться. Маришка больше не могла бежать, она устала. Мы обернулись и увидели, что мужчины уже совсем близко. Как же я испугалась, что у них в голове? Для чего они нас преследуют? Я не знала, что делать и уже приготовилась к худшему. Расстояние между нами и преследователями сокращалось все быстрее и быстрее. Нам уже было слышно, как они о чем-то переговариваются между собой. Мы схватили какие-то палки и приготовились защищаться. Но вдруг из-за дерева к нам выскочил волк. Это был наш волчок. Он встал между нами и преследователями, закрывая нас с собой. Волк обнажил свои огромные клыки, всем видом показывая, что готов в любой момент напасть на насильников. Как он почуял, что с нами беда и вырвался из вольера, мы не знали, но помощь подоспела вовремя. Сразу стало так спокойно, что я больше не волновалась, знала, что все будет хорошо. Я заметила, что наши преследователи остановились, замешкались и смотрели то на нас, то на волка, видимо, соображая, как им поступить дальше. Скорее всего, они даже поначалу не поняли, что перед ними вовсе не собака, а страшный хищник, который может их уничтожить в один момент. Мы потихоньку пошли вперед на просвет. Оставалось еще несколько минут пути по лесу. Все это время волчок шел сзади, сопровождая нас до самого дома. Преследователи остались на том же месте, не решившись продолжать погоню. Видишь, Тося, волчок нас спас от плохих людей. Так было в моем сне, поэтому я выбрала именно эту собачку. Я знала, что он нас защитит от любой беды. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.